Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Приготовила себе такой легкий обед. Салатик из свежей помидорки, огурца, подсолнечным маслом, майонезиком. Сейчас я тут открою. Два бутерброда с сметанкой, два бутерброда с имитированной черной икрой, майонеза печагин с перепелинами и яйцами. Сейчас водичку чистую налью. Сейчас я поставлю сметанку, майонезик, сметанку, майонезик. Это я в холодильник. Это я, чтобы показать, сейчас я приготовила. Сейчас пойду на мой эксклюзивный балкон и кушать. Вот такие вот бутерброды. Посолила. Чистая водичка. Загораю на моем балконе. Что это такое? Сбросилась, немножко сбросилась, но поставим на ютубе. Поставим, я даже не знаю, на ютубе мантры. Мантры любви и нежности так тихо. Слишком только, чтобы это как эротически тихо. Мантры любви и нежности. Мантры любви и нежности. Мантры любви и нежности. И уже я поставлю мой компьютер, ноутбук на мой балконе. На мой такой балконе. Видите, такой эксклюзивный пейзаж. Такой эксклюзивный пейзаж. Себя так эксклюзивно заснять. Сюда мой. Можем даже чуть более крупным планом взять с себя. Крупным планом. Сейчас я принесу. Он мой. Один под revolution. Такой эксклюзивный пейзаж. Продолжение следует... 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 Как-то нужны более, более туда, как-то ногами, в общем как-то что-то, хотя в духовной денте нам как-то нужны даты. А, я поняла, нужно здесь платье. Я сейчас платье переверну в эту сторону, чтобы оно к съемке, вот так вот, в эту сторону, чтобы оно было более длинное. Ну вот красиво, более длинное, как-то вот так. Опять я ногу на ногу, ногу на ногу не советую вообще, ногу на ногу, это такая привычка. Привычка такая, знаете, вот эта, ногу на ногу. Супер шикар должен, как-то так. Ромашка. Ромашка. Город. Затем. Продолжение следует... 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 не начнете совершать грандиозные дела, пока они не возникнут в вашей голове. А они никогда там не зародятся, пока вы не научитесь думать об истине. Величие достигается чистыми помыслами и благими намерениями. Неправильное мышление, каким бы блестящим и логическим оно ни было, не сделает вас великим. Первый и самый важный шаг в постижении истины в человеческих отношениях. Постижение истины, первый и самый важный шаг, это постижение истины в человеческих отношениях. Это опять возвращает вас к поиску правильной жизненной позиции. Изучите теорию эволюции живых организмов и общества. Почитайте Дарвина и Томаса Локера. Не забывайте осмысливать то, что читаете. Думайте о том, как устроен мир, вещей и людей. Пока у вас не сложится правильное отношение ко всему окружающему. Думайте о том, что делает Бог, пока не поймете, что же он делает. Осмысливайте, как говорится, и не забывайте осмысливать то, что читается. Да, не просто читать, а вот осмысливать. Подписывайтесь на мой канал. Ну что, вторая половина дня. О, здесь надо еще принести немножко соля, хотя может это приклада очень соленая, немножко майонезика, мы сейчас пронесем, соль и майонезика. Спасибо. Спасибо. Так, немножко стройки. Майонезика. Мечта хозяйки. Майонез классический провансаль. Настоящий домашний вкус. Еще написано, что гофт. Как интересно. Даже написано, что гофт. Приучайте себя не сидеть нога на ногу. Приучайте, Татьяна Фомановна. Надо как-то комфортно сесть не нога на ногу. А так вот, не нога на ногу. Так что, в жизни должно быть много движений. Как советует Наталья Правдина. Йога, цыгунь, танцы живота, ходьба, бег. По утрам 10 км бега. Но это не для всех, а для тех, кто уже, я так понимаю, достаточно тренирован в этом плане. Все-таки такая интересная тема. Знаете, вот эти жаркие страны. У него была там Италия, Испания. Там более такие расслабленные люди. Веселые. Какие-то такие. Все-таки, наверное, погода располагает. Погода, природа, солнце, море. Там сразу, понимаете. Смотрите, все стихии, получается. Где вот это, знаете, море. Вода, воздух, земля, солнце. Понимаете? Вот это как-то. Вода, вода, воздух, земля, огонь. Все четыре стихии. Возможно, поэтому они более гармоничные. Маленькие ресторанчики, семейные бизнесы, сиеста, несколько часов. Вода. Д Biraz. Ребята. Вода. К virus. Расск movimiento зрителя. Такие ненапряженные, как я сказала, ну в общем, знаете, какие-то такие отдыхающие. Ну что, правильно мыслить, чтобы быть великим, нужно правильно мыслить, да? Здесь надо было обдумать то, что я прочитала. Я прочитала, надо было это обдумать. Где это? Источник силы. Смотрите, глава 3, источник силы. Какая глава? Отношение к миру, подготовка. Источник силы. Мозг, тело, мышление, способности и таланты. Это всего лишь инструменты для достижения величия. Сами по себе они никого не сделают великими. У человека могут быть большой мозг, хороший ум, блестящие способности и даже таланты. Но если он не найдет им должное применение, то не будет великим. О как! Мозг, тело, мышление, способности и таланты – это всего лишь инструменты для достижения величия. Чтобы грамотно применять свои знания и умения, нужна мудрость. Именно она делает человека великим. Мудрость – это способность ставить перед собой великие цели и находить способы их достижения. Это умение правильно мыслить и действовать. Если человек обладает мудростью, готов совершать великие дела, он является по-настоящему великим человеком и будет пользоваться авторитетом и признанием в любом обществе. У мудрости опирается на знания. Там, где нет знаний, не может быть и мудрости. Знания человека сравнительно ограничены, пока не подключить свой разум к высшему разуму. Неистекаемому источнику мудрости – так делают все великие люди. Это страница 14, книги «Искусство. Быть великим». Ну, наука, наука, да. «Наука. Наука. Быть великим». Под русл来 Cellicod puzzles – так что не сомневались, вших людей. На мой что, я не понимаю. «Я хочу сконкать, почему эти глаза для привлечения… великиеreflexive Cuomo» доехали, великих же мозги «Искусство», бесплокraid顔 со скромные холмам, Такой лёгкий обед у меня. Потом на ужин, как в Париже, буду варить картошечку. Тоже салатик мой с помидорки. А нет, с огурцем. Салат свежего огурца. Рыба. Которую купила в магазинке Сумешалов сегодня. Я не знаю, как я получусь. Я, конечно, без косметики. Я просто приняла душ. Я недавно приняла душ. Помылась под душ. Не так очень хорошо. С этим мылом. С маленьким шикарным мылом. Вот. Вот так я без косметики. Просто у меня немножко как бы отсвечивает. Отсвечивает компьютер. Знаете, мой ноутбук. Я точно не вижу, как я получалась. Но будем надеяться, что великолепно. Но если не очень великолепно, значит, не хватило. Я же там на этом видео говорю. Когда я хожу в такое состояние, понимаете, вот это VIP, изобилие, роскошь, эти дорогие отели, лимузины. Энергия. Энергия красоты, энергия денег. Если не очень, значит, не хватило энергии и денег. Тюнинг. А что? Маникюры надо, педикюры надо. В общем, волосы красить надо. В общем, много чего надо. Я же там загружу этот фильм, как он там называется. Такой там это. Правильно он. Такой смешной. Можно сказать, такая комедия. Но не комедия, а как она. Что там эта женщина, которая на отдыхе выглядела? Супер шикарно. Она даже около пляжа, знаете, не около пляжа, а около бассейна. Она такая, на макияже, на прическе, макияж, глаза, все. И сама такая вся вот эта фигурка и все такое. А я что? Смотрите, она там, что она там делала? Она, знаете, там отдыхает на массаже, в тренажерный зал. Огромные деньги в себя вложила. Понимаете, ухаживать за лицом. Это маникюры, педикюры, одежда. И когда она там, ну, там еще раз выжжу этот фильм. И когда она там или другую, как она там, по типу ее подруга там. Вот увидела ее, она говорит, что это, что это такое. Нужно срочно, срочно в этот, в салон красоты. В общем, взяла эту карту, понимаете, у этого. Говорит, вот срочно нужно все это. Маникюры, педикюры, волосы красить. Не знаю, там массаж лица, маску. В общем, макияж, укладка волос, одежда. Срочно нужно купить одежду. То есть, вообще, столько-столько всего. Вот. Ну, и все деньги там этого потратила. Там на остальное как бы особо не хватило. И так, конечно, к ужину вышло совершенно другой. Мужчина такой. Знаете, к ней как-то так вот относился. А потом, когда она к ужину вышла, ну, по-типу, как бы, она притворялась, что она ее жена, ребенка. Вот. Он такой, хоп, смотри-то ты. Ну, фильм такой, конечно, там, знаете, у них... Ну, очень, очень завораживающе, смеется мужчина из-за его смеха. Я не знаю, это вообще. Я посмотрю, если я вам не так вышла, энергии, денег не хватило, а что вы хотите от этого. Бесплантно выглядит на миллион долларов, что ли? А там, конечно, говорю, что вот укладка, вот это вот массаж, там это лицо, такие процедуры, там вот это вот сразу ей там все это сделаю, там, знаете, такая быстрая, знаете, как называется. Шикарная одежда, и то она так не выглядела, как вот эта другая, которая вложила, как она сказала, денег вложила в размере квартиры в свою внешность. Ну, у нее, конечно, там и грудь сделана, конечно, она, но помимо всего, вот, посмотрите ее активити. Посмотрите ее активити, это правильное питание, дорогое питание, салаты, вот. И активити, это маникюр, педикюр, массаж. Я пошла на массаж, обязательно тренажерный зал, это обязательно нагрузка, понимаете, как она, это она мышца, чтобы иметь красивую фигуру, осанку, походку. Это везде на каблуках на огромном. Зато, обратите, ну, конечно, вот этот вот альянс, что она приехала как бы с любовником и с мужем, это, конечно, вы поняли, да, такой минус. Ой, это моя там киса хорошая, гуляет. Это, конечно, ну, вы поняли, да, такая подоплека там такой вот, ну, можно это как бы с юмором воспринять, ну, не знаю. Это я о чем? Не отвлекаться от главного. Он тебе сказал, что она огромные деньги в себя вложила, потом огромные усилия приложила, чтобы богатого мужа себе найти. И вышла за него замуж. Конечно, она снимает, не особо счастлива, хотя мужчина такой симпатичный. Кстати, знаете, на кого он похож? На соседа вот этого бывшего Антона, я не знаю, куда он делся. Я к вам потом зайду, спрошу. Там мужчина, я видела, а такой парень там снимает, снимал, когда я там, когда я ему к нему звонила, спрашивала. Такая пришла, думаю, Антона сейчас увижу, позвонил, какой-то парень молодой. Я говорю, Антона, он говорит, вот там, в общем, короче. Лицом очень похож. Вы же видели, что я про него в Айджон написала, но Антона никуда не влень. Как он может деться? Временно. Временно отсутствует. Он временно отсутствует, так же, как и РФАД. Ну, и РФАД, вы видели мои видео с РФАДом. А вот что значит иметь работу, развозить цветы. Ты мне сказала, что он все, он таксист, а потом вот цветы. Развозить цветы. С его внешностью кому заказывают цветы? Девушкам. Понимаете? Что это за работа такая? Девушкам цветы развозить? Такой приезжает с букетом цветов. Наверное, там какие-нибудь, знаете, такой-то, он муж решил там заказать цветы. Приезжает такой РФАД с букетом цветов. Ну да. А потом вы ищи, свищи. Машинка. У меня вот машинка до сих пор ждет, когда она ее починит. В общем, что? Приложила она большие усилия. Большие усилия, чтобы этого мужа найти. Ну да. А потом он решил, конечно, нас несчастливы. Ну, из-за денег. Ну, так они шикарно живут, им пока одна. Ну, вот, конечно, у нее этот любовник. В общем, как-то вот это. Как она шикарно выглядит. Особенно на этом, ну, везде показывают, что она шикарно выглядит. Понимаете, уже и одежда, и кожа, и прическа, и макияж. Всегда с макияжем. Прямо с утра, там, как-то вот это, с утра, с утра до вечера с этой макияжем. Ну, и сравним, как вот я, знаете, вот в этом платье. Потому что я, конечно, что она делает, это платье, как я, да, вот эти видео. Как я вообще здесь, вот, такой, мои такие шикардовные видео. Вот и сравним. Когда я тут вдохновилась, впитала энергию, это, по Джону Кехо, знаете, это, как там, инкассаторских машин, там, вдохновилась, понимаете. Этими деньгами, инкассаторскими машинами, этими пять звезд отелями, VIP, уже подумала, что я VIP-персона, понимаете, с этой, там, короче, знаете, это, с 500 рублей, с 500 рублей в кошельке, VIP-персона. Так что, вот. Вообще, конечно, как он снимает, здесь снимает, так, чтобы вы меня узнавали. А тут потом скажут, ой, вы такая, вот это, вот, как там, в образе Медселенной, а вот это, что-то, вот это, 6 тысяч с лишним, там, 6 тысяч с лишним видео, это кто? Так что, вот, поэтому, если красиво заснял, ну, в общем, да, посмотрим, как я заснимусь. Знаете, вот, мне просто не видно, понимаете, я, солнце оттуда светит, и я точно не вижу, как он заснимает. Вот. Он заснимает, вот такое солнце. Ну, как есть. Выложу пакет. Одно дело представить, что, знаете, такая VIP, такая же там, в этих, в Аф-Легасах, в Монако, на яхте, такая, вот, такая золотая карта. Я когда-то представляю, что там, хожу в такой образ, такая, думаю, ох, к этому образу дождалась Медселенная, а как, а как иначе? Такая вот эта вся, вот такая, вот эта вот. А потом, как вспоминаю, вот это вот, все, вот это вот, ну, пересказывать я вам не буду. Когда я все вот так вот думаю, ну, в общем, как-то вот это вот. Пока не хватает, в общем, энергетики, не хватает знаний, учиться надо. Мы с вами учимся, нет, но я по поводу, точно вас не могу сказать, это моя программа. Творческая, творческая студия позитивного мышления, силы, позитивные мысли, Татьяна Саламановна, Мактун, Саин, Судин. Вот. Читаю книги из моей библиотеки, позитивное мышление, смежные науки. Ну, вот. И, в общем, учусь, я снова там перечитываю книжки и видео, смотрю. Богатых, состоятельных людей, которые добились успеха, которые учат, как добиться успеха, состояния, это, как говорится, ну, там, если они там, чем-то. А, еще, знаете, еще, знаете, кто это-то? Еще Киосаки, Роберт Киосаки еще, да. Роберт Киосаки еще, да.